всем привет здравствуйте меня зовут илья это канал изучаем c++ вместе мы продолжаем с вами заниматься по плейлисту а свой c++ самостоятельно за 21 день занимаемся по книге ситхарт харау по одноименной книги ситхарт харауа и мы с вами остановились на двадцать седьмом занятии сегодня нас с вами ждет использование потока stdf стрим для работы с файлами открытие и закрытие файлов с помощью методов open и close и рассмотрим листинг 27.8 соответственно узнаем как это все дело работает поэтому если не смотрели еще предыдущие ролики из этого листинга то обязательно смотрите по ссылочке в описании и подсказка там наверху сейчас будет на начало этого плейлиста потому что здесь иначе ничего не поймете ну и соответственно если вы уже все посмотрели все готово и дешечки открыли ходить готовые вникать готовы то как обычно по традиции не забываем ставить лайк и подписываться на канал потому что напоминаю что за последние 28 дней контент с подпиской посмотрели пятьдесят шесть целых семь десятых процентов зрителей замечательных результат но наш с вами член 60 процентов совсем чуть-чуть нам осталось для того чтобы его добить поэтому прожимаем на колокольчик увидели новый ролик обязательно посмотрели вот начало до конца изучили поняли что и как и оставили комментарий люха я все понял я прошел жду next окей поехали сегодня у нас с вами использование потока std fs ну f stream для работы с файлом классы cd f stream языка c++ обеспечивает относительно независимой от платформы доступ к файлу классы std f stream наследует класс std of stream для записи файл и класс std if stream для чтения из него другими словами класс std f stream обеспечивает возможность как чтение так и записи чтобы использовать этот класс в исходный текст программы необходимо включить соответствующий заголовочный файл f3 ok открытие закрытие файла с помощью методов open и close прежде чем использовать объект класса f stream of stream или и в стрим необходимо открыть файл с помощью метода open соответственно у нас сначала создание объекта класса f stream my файл далее мы через оператор . вызываем этот open вызываем какой-то пишем название какого-то файла hello файл текст и далее у нас идут usb сын и usb out и usb с транс что это такое может быть нам расскажут далее пойдет проверка открылся ли файл и если он открылся то как бы окей до чтение или записи потом закрытие файла метод open получает два аргумента первый путь и имя открываемого файла если не указывать путь то подразумевающийся текущий каталог приложения запомнили метод open когда мы используем метод open получать два аргумента первый это наш файл с путем да по первый путь и имя открываемого файла если не указан путь то подразумевается текущий каталог приложения а второй режим открытия файла выбранный выше режим открытия позволяет создать файл заново даже если он уже существует то есть вот этот ios base trans позволяет нам с вами создать файл заново даже если он уже существует но если его у нас соответственно его не а также читать и записывать файлы в него in out то есть и без in позволяет нам соответственно что-то туда вписывать данная запись и и из без что-то оттуда считывать читать и записывать хорошо вот оба понять обратите внимание на применение метод из open для проверки успешности выполнения метода open обратите внимание на применение метода из open из опыт хорошо закрытие файлового потока с помощью метода close важно для сохранения его содержимого сохраняем файлы что будет сохраняю смысле закрываем файлы чтобы сохранить альтернативный способ открытия файлового потока с использованием конструктора это fs 3 май файл конструктор мы сначала пишем название нашего файла и указываем к нему путь как обычно да если не указываем на что он где-то у нас в директории должен лежать и соответственно далее из-за можно ли это назвать это не флаги а как как-то было недавно совсем про вот эти вот штуки и с бейс но в общем in out и опять же этот транс вот если необходимо открыть файл только для записи используйте режима открытия файл и соответственно out да не указываем что нужно создать новый не указываем что мы будем туда что-то вписывать нам нужно только посмотреть через зал если же необходимо открыть файл только для чтения смысле для записи ауда а для чтения in записи out для чтения in хорошо опять у меня это путаница почему-то моей голове было бы проще если мы запись то это in out это для чтения а тут наоборот опять у меня все неправильно в голове независимо от того что вы используете конструктор или метод open рекомендуется проверять успешность открытия файла с помощью метода из open прежде чем использовать соответствующий объект файлового потока файловый поток может быть открыт в нескольких режимах sbs api об да 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 запи до запись в конец существующего файла без его усечения до запись в конец существующего файла без его звучания ok и usb и переносит файловый указатель в конец файла но запись данных возможно в любое место файла ар тяжело дальше у нас опять же транс усекает существующий файл принят по умолчанию усекает существующий файл усекает ну и слова еще нас binary создает бинарный файл по умолчанию создается текстовый файл in открывает файл для чтения out открывает файл для записи ну да in out in out хорошо создание запись текстового файла с использованием метода open и оператора вывода после открытия файлового потока вы можете писать в него используя оператор вывода лисин 27 вы можете писать в него 1 хорошо поехали в коде посмотрим там станет проще 27.8 создание нового текста файла и запись него для работы нашего сегодняшнего для работы с нашим сегодняшним листингом нам с вами потребуйте две директивы это fs-stream ну точнее fs-stream я не знаю почему но мне постоянно хочется сказать fs-stream вижу первый фс хочется сказать фс он на самом деле просто ф стрим файл стрим так ну и еще один их ключ это ее стрим для того чтобы мы что-то могли выводить и смотреть далее у нас юнит меймспейс стд соответственно четвертой строке кода наша основная функция main и в теле нашей основной функции мы делаем следующее сначала мы при помощи объявляем да получается об стрим это у нас класс такой об стрим объявляем век класса моя называемого индикатор него мои файл далее что мы делаем мы у нашего объекта мой файл обращаемся к методу опыт обращаемся к методу опыт и передаем в него лоу файл который у нас кстати как бы ну нет по идее но наверное он сейчас у нас сам создастся и ос и с бэйс хотя она там же было написано что он по умолчанию да если мы его не указываем то у нас по умолчанию насколько я понимаю если я понял правильно вот эту вот тему тот ранг усекается существующий файл принк по умолчанию здесь было написано у нас что а где это было это где 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 то это было вот выбранный выше режим открытия позволяет создать файл заново даже если он уже существует создать файл заново даже если он существует а так как у нас его нет и но мы здесь не указываем этот ранг видимо он по умолчанию то в этот опыт и вшит ну не знаю смогу как обычно ошибаться и скорее всего но посмотрим как будет соответственно далее мы берем и проверяем наш май файл на метод из open открылась ли все это дело и соответственно если у нас все открылось хорошо то мы выводим на экран файл успешно открылся пешно открыт line кстати как успешно файл вас вот это вот слово хочу его слышать секс с секс с фили секс с фили только помедли секс с фили когда-нибудь я буду хорошо это дело выговорить секс с фили так окей файл пост с фили овен хорошо далее соответственно у нас с вами май файл мы записываем мы берем наш объект наш май файл май файл и записываем него мой первый текстовый файл ведь май ферст x файл с переводчика войдемся и соответственно поздороваемся с нашим файлом мы программисты настолько шиза что мы здороваемся с файлами а чё я вот ладно не буду скажете что совсем шиза тай май файл вдруг с файлом потому что чем и культурные что ли видим файл здоровым с файлом так окей далее у нас с вами сяло закрытие файла лоус по любому там что-то должно было быть еще но мы как а босики просто закроем файл как мог как можем да и при помощи метода клоус закрываем наш вот такая вот незамысловатая программа и смотрим что у нас с вами происходит мы с вами давайте берем берется вообще не работать будешь у значит их лютых и фф стрим подключаем для работы с объектами класса upstream соответственно include stream для того чтобы работать с объектами и seal далее все просто создаем объект класса нашего ов стрима проверяем то есть открываем да при помощи метода open открываем наш файл соответственно если у нас его нет у нас создается потому что по умолчанию есть вот как это как это дело назвать что это такое первый путь файла второй режим открытия файла как назвать вот это вот и с бейс что это такое выбранный режим да то есть указываем выбранный режим выбранный режим аут для записи хорошо далее мы проверяем открылся ли наш файл если он открылся мы получаем сообщение что файл наш прекрасник открылся далее у нас мы записываем наш файл макерс файл x файл и соответственно поймать файл говорим здорово здороваемся потом это дело все закрываем кстати но мы не выводим до что мы туда записали но мы посмотрим сейчас как он создастся да действительно он создался он создался пишет нам что файл успешно открыт а то есть мы предполагаем что он и создался и класс файл вот он здесь закрылся давайте посмотрим создался ли у нас действительно так эти занятия у меня где это тут наверно 27 занятие соответственно вот у наших файл и мы видим что действительно внутри него есть у нас мои текст файл и май файл хай май файл и теперь кстати давайте мы если мы например напишем что-то другое а я май файл но я за три восприцательных знака и перед первой строкой мы еще что-нибудь допишем упс упс если верить книги то сейчас наш файл пересоздаст а даже несмотря на то что он создан уже он сейчас или создастся и перезапишется даже давайте вот тройки по всем чтобы разные символы были запускаем все открылось замечательно создано буквально вот-вот и да вот у нас все перезаписалось в нашем файле действительно все так как вот как вот как вот сказано так оно и есть да хорошо понятно замечательно вроде бы даже прекрасно да ничего сложного хорошо анализ строке 7 файл открывается в режиме и usb и south то есть только для записи строки 9 проверяется успешность выполнения метода об проверяется успешность метода об а затем осуществляется запись файл поток записи файловый поток с использованием оператора оператору ввода вывода как показано в строках 13 и 14 и наконец таки 17 закрывать он называется давайте вот как-то это проясним да то есть он называется out да вот мы указываем что мы будем out и наверное поэтому да мы используем здесь оператор вывода чтобы через оператора вывода мы могли как бы вывести в вывести блин сбилась в общем поэтому он называется out потому что мы из как бы out а записываем файл да наверно у меня грюк голове было как что синджи запись да то есть логично бы было по в моей голове и использовать оператор вода а здесь получается что мы через оператор вывода выводим в файл выводим файл вот это вот дело то есть вот это вот дело мы выводим в файл выводим не на экран как мы это обычно дело вводим то есть обычный себя вот у нас это выводит в консоль а если мы работаем с объектом класса то он выводит то есть он как бы не си ауда а файл out того и соответственно получается что это выводится в файл ну да это звучит как обычно логично и все что в моей голове было до этого логичным становится уже логично ну как то так хорошо хорошо на самом деле неплохо просто надо к этому делу привыкно да хорошо только у нас там по времени 14 минут вполне себе достаточно хорошо вот такой вот он наш с вами занятие следующий раз мы с вами рассмотрим чтение текстового так еще подождите здесь примечание какой-то блистники 27.8 в этом демонстрируется что запись в файловый поток выполняется точно так же как на стандартное устройство вывода то есть на консоль с использованием объекта и аут пользуем бикс это означает что потоки си плюс плюс обеспечивают единообразный способ работы с различными устройствами будь то запись текста на экран с помощью объекта си аут или запись файла помощью объекта типа острым но вот об этом то и речь на что как бы так как то так ну хорошо ладно разберемся привыкнем и соответственно в следующем с вами поговорим о чтении текстового файла с использованием метода опыт и оператора уже вот ввода да то есть прошло но вот говорю побольше опыта и ты такой начинаешь уже вроде бы как бы делает понимать вот это то что нас ждет в следующий раз но а для того чтобы следующий раз был совсем скоро не забываем ставить лайк и подписываться на грамм плач напоминает 28 дней вы большие молодцы время просмотра с подписчиками у нас 56 процентов почти 57 замечательнейший результат у нас с вами челлендж 60 процентов поэтому нажимаем на колокольчик смотрим новые ролики от начала до конца посмотрели написали комментарии люка я все посмотрел жду следующий ролик все полезные ссылки найдете в описании меня зовут илья это канал изучаем все плюс вместе занимаемся по книге из караус 8 плюс самостоятельно за 21 день и соответственно у нас огромнейший огромнейший плейлист окей увидимся с вами в следующий раз всем до свидания